В Екатеринбурге судья Орджоникидзовского федерального районного суда удовлетворил требования органов опеки о расторжении договора с многодетной матерью Юлией Савиновских, отрезавшей себе грудь седьмого размера в ноль, и постановил двух приемных пятилетних сыновей Юлии в семью не возвращать. Решение суда, естественно, пока еще не вступило в законную силу. В суде пообещали 12 февраля огласить мотивировочную часть решения, а адвокат Савиновских Алексей Бушмаков пообещал решение районного суда обжаловать во дворце правосудия. Теоретически на этом можно было бы и закончить, ибо историю Юлии Савиновских и ее приемных сыновей не слыхал, наверное, только Пьер Безухов. Да уж, хайпанула Юлия не по-детски на всю Россию и весь обинтернечный мир. Но все-таки заради проформы, в связи с вердиктом суда, а вдруг кто-то все еще не в курсе темы, позвольте вкратце напомнить предысторию. Несколько лет назад Юлия, будучи матерью трех своих родных детей, взяла из приюта под опеку двух больных маленьких мальчишек, которым сейчас по пять лет. Юлия с мужем Евгением поставили их на ноги, вылечили, и те стали родными. И в семье получилась банда из четырех детей примерно одного возраста. В прошлом году Юлия сочла, что ее огромная, седьмого номера и некрасивая, висящая после вскармливания трех детей, грудь свое отработала. И чтоб она не мешала жить, а таскать два таких рюкзака спереди это тяжело, Юлия затеяла грудь удалить. И удалила. Но при этом она вела в интерсети, в тайне от мужа, секретный блог для транссексуалов, в котором она рассказала, с фотографиями, о своей операции по удалению груди и поведала, что она, транссексуалка, и типа готовится стать мальчонкой. Кто-то инкогнитный ее в сети опознал и доложил о транссексуальных планах многодетной матери в органы опеки. Те в августе прошлого года пришли в адрес Савиновских и двух приемных пацанов забрали под соусом того, что в квартире грязно. Но было очевидно, что дело в транссексуальности, а она в России является психическим заболеванием. С тех пор Юлия Савиновских прошла и судебные инстанции, и федеральные телеканалы. Один раз даже как-то попыталась объявить голодовку, но детей как забрали, так и с концами. Адвокат, конечно, может обжаловать решение суда, но сдается, что толку от этого будет немного.